Московский Pokemon Go. Столичные власти хотят запустить до конца августа копию популярной игры. В приложении «Узнай Москву» надо будет ловить двойников знаменитостей и фотографироваться вместе с ними. Отмечу, что на успехе игры от Nintendo хотят заработать уже многие. Так, для ловцов покемонов Сбербанк, например, предложил специальную страховку от несчастных случаев. Как выяснил Лайф, в случае травмы покемастеры получат мизерные выплаты. В несколько раз меньше, чем у других компаний. Ну а почему разбиралась наш экономический обозреватель Левтина Пинкальская? Это имитация страхования, полная его дискредитация. Вот так категорично отзываются эксперты о новом продукте Сбербанка. Страховки от несчастного случая во время игры в Pokemon Go. Но еще бы, ведь выплаты банковского гиганта мизерные. Если в погоне за виртуальными монстрами игрок упадет и сломает себе, например, ногу, то получит за это по страховке максимум 15 тысяч рублей. А если ослепнет один глаз, только 25 тысяч. По подсчетам Лайфа это в 20 раз меньше, чем платят другие страховые компании по стандартному договору о защите от несчастного случая. Почему такая громадная разница? Ну в любом страховом контракте четко обязательно определена страховая сумма. Это денежный максимум, который клиент может получить. Грубо говоря, та сумма, в которой оценили его здоровье. И то, сколько заплатит в случае тяжкого вреда или полной потери этого самого здоровья. Так вот, у Сбербанка эта сумма составляет всего 50 тысяч рублей. При том, что у других страховщиков не менее миллиона. За каждую травму потерпевший получает определенный процент от страховой суммы в зависимости от тяжести повреждений. Размеры этого процента у Сбербанка и других компаний на рынке примерно одинаковые. А вот выплаты, понятное дело, сильно разнятся. Ну, например, в случае сильного ожога третьей или четвертой степени Сбербанк готов выплатить 100% страховой суммы. То есть 50 тысяч рублей. А другие компании в среднем 1 миллион. А если игрок получил травму, за которую последует удаление почки, Сбербанк ему выплатит всего 22,5 тысячи рублей. А средняя же выплата других страховщиков почти полмиллиона. Ну, к слову, на черном рынке за почку заплатят 10 тысяч долларов. А это уже 650 тысяч рублей по текущему курсу. Всего за пару недель игра Pokemon Go приобрела вирусную популярность по всему миру. В процессе погони за виртуальными монстрами люди настолько увлекаются, что забывают смотреть по сторонам. И переломы конечности – это еще не самые страшные последствия. В США двое мужчин сорвались с 25-метрового обрыва. А еще один упал в пруд. Так что страховка для ловцов покемонов будет совсем не лишней. Низкие выплаты Сбербанка объясняются тем, что для него покемонная страховка – ход исключительно маркетинговый. Страховый полис он выдает бесплатно. А вот за страховку у других компаний придется заплатить. Правда, деньги не слишком большие – порядка 2-5 тысяч рублей в год.